Мы сегодня посещаем ваш район. Хотели порадоваться вместе с вами достижения, те, которые сделаны. Но чего здесь не хватает? Вот сразу мы пришли на ваше такое яркое место. Деревья. Как это деревья хватает? Что-то хотя бы надо сделать, чтобы от солнца немного лавочек что-то поставить. Здесь внизу зона отдыха, все расчистить и выделить деньги. Вот здесь, с левой стороны. Да, зону отдыха, чтобы был этот сход хороший. Планируется, что там все сделано. Это у вас, покажите, давайте. Посмотрим, идемте, вот глава расскажет. На сегодняшний момент мы обустроили надзабежную, смотровую площадку. То есть все элементы, которые вы здесь видите, это по программе комплексной развития села. А смотрим, куда? Вот смотровая площадка, куда смотрим? Мы рассматриваем нашу реку Малуги, наши степи. Вот смотрите, одно сухое дерево стоит. Все это не надо, они уже создали вам там микроклент. Вон еще одно стоит, вон там еще два. Что вот с нами министр сельского хозяйства и вот Зюзин, который готовил, где он? Приезд. Вот иди сюда, министр же, чтобы знали. Вот куратор ваш, министр, бывшая глава, вот они. Я говорю, каждый останется, под дерево с собой заберете. Коль вы не знали, что надо это сделать, я эти вещи не пропускаю. Потому что вы создаете совершенно новую среду. Сохраняя старую, дополняете, создаете новую среду. Она должна быть на хорошем уровне. Вот сейчас мы были в Маршанке. Маршанке были? Кто там глава? Пенсионер Маршанцев. Идите сюда, пенсионер Маршанцев. Нет, пенсионер. Еще не пенсионер. Ну, похож на пенсионера. Смотри, все село заросло лебедой. Вот такая лебеда стоит. В течение пяти дней. Вот гора прошла, начинаем катить. Ну нельзя же так, вы же глава. Нельзя, глава, почему? Или усталость у вас уже, или что с вами случилось? Был вроде всегда активный такой. Сейчас посмотри, лебеда выше твоего роста. Нельзя это. Посмотри, у тебя клуб стоит там без крыши. Клуб без крыши стоит вместе в спортивном зале. По всем инстанциям, которые могли, мы писали. Вот к вам теперь обращают. Да уж что ко мне обратиться. Я сам приехал туда. Пока я еду, жителям написал, еду в этот район, в этот район. Он говорит, заезжайте в Маршанку. Там, говорит, наш глава устал, ничего не принимает мер по крыше. Нас затопило, все, говорит, там. И правда безобразное состояние. Поэтому вас ругаю, как главу поселения. Глава района новый пока. Ну ему тоже сказал, все, что думаю. Мельница есть. Вот ему говорили. Почему до сих пор около мельницы нету газона, нету полива? Вот 224 показывали село Лох на Убуратского района. Ничего же не было. Взялись там 6-8 лет назад. Посмотри. Полчаса показывали по центральному телевизору, как там и обустраивают эту территорию туристическую. У вас точка такая, роста есть. Все знают про вашу мельницу. Но там, как и везде, кругом пустыня. Только отошел от вас, и у вас все в пустыню превращается. Да, да, да. Так нельзя. Как у вас с ценами на продукты? О, хорошо. Морковка 150 и свекла 150. За 50. Это много или мало? Я думаю, что это вообще ужасно. Что делается для того, чтобы морковка была 15 рублей, а не 150? У нас в этом году, Валерий Васильевич, к сожалению, своих овощеводов, которые вырастили, нет. Валерий Васильевич, как морковь в цене у них овощеводов нет, да? Лук один выращивает. Зачем лук выращивать? Почему не выращиваете морковь, капусту? Что еще там у вас потребляете? Будем работать, поэтому... Ну, давайте, так же нельзя. Если у вас в селе будет морковь по 150 рублей, тогда что в Саратове-то будет она ставить? Валерий Васильевич, а я могу пояснить по этому вопросу. Ребята, которые нас здесь выращивали, все уничтожили, все, вот здесь выращивали, все уничтожили. Смотрите, я вот сейчас ехал, и главу спрашивают, что за домики стоят там вот слева, если едешь сюда к вам по дороге. Он говорит, это овощеводы. Это овощеводы, да. Вот, раз. Второе мы платину сделали, там у вас село какое? Алексашкино. Алексашкино. Платину сделали, там всегда была мелирация. Что там мешает сегодня заниматься овощами? Чего не мешает? Некому уже заниматься, скоро совсем некому будет. И морковку есть некому будет. Тогда это, если так рассуждать, некому. Сколько тысяч человек проживает в Питерском районе? Пятнадцать. Пятнадцать тысяч. Сколько трудоспособного? Ой, трудоспособного, я не знаю, сколько осталось, но я... Которых трудоспособность... Я вам отвечаю. Вы начинаете в лирику ходить. Я не знаю. Девять тысяч человек. Работать вот кому. Только вкалывать. Но работать некому. Все нормальные работники в Москве. В Сибири. Все нормальные работники как раз здесь. Как раз здесь. Вот они должны выращивать, если рыночные взаимоотношения, и кормить людей. Ну, должны. Ну, что значит должны? Вот задача его... Задача его. Сколько овощей выращиваешь в область? Ну, нужно было министром поехать. Не-не-не, пусть он сейчас расскажет. 360 тысяч. А почему у меня морковь 150 рублей стоит? Да, ну почему? На сегодняшний день агрария региона реализует морковь, нового урожая по 32 рубля за килограмм. В городе Саратове на рынках, где реализуется... А где у вас морковь продает? 60 рублей за килограмм. Я думаю, в сетевых магазинах тоже цена должна будет опуститься. Все должна. Вот вы отвечаете за продовольственную безопасность. Да? За производство. Я и говорю. А из производства нет какая производство? Мы произвели на рынках производство. Федеральный сетей будем работать. Подожди. Подожди. Мы говорим сейчас про Питер. Причем здесь сеть? Пускай глава сделает ярмарочную торговлю. Привезите с Энгельсу ему морковь, это по 32. И пускай на ярмарке здесь продают. Не проблема. Ну какие проблемы, скажите. Сергей, почему здесь нет ярмарочной торговли? Она есть. А где морковь не продают? Она не есть. Все такая же цена и на базаре. И на базаре такая? Зачем такая на базаре? Это уже спекуляция. Это какая спекуляция? Почему на базаре такая же цена? Поэтому глава машинцев не смотрит за это. Глава района не смотрит. Министр по территории не смотрит. Министр сельскохозяйственного. Они отчитываются. 300 тысяч тонн произвели. Зачем их произвели, если они столько стоят? На бумаге, наверное. Я думаю, им стыдно слушать. Больницу покрыли крышу или нет? Валерий Васильевич. Покрыли? Где больница есть у нас в больнице? Нет. Покрыли крышу? Валерий Васильевич, еще раз, прошу. Нет, нет. Крышу покрыли? Пищеблок. Пищеблок. Крышу больницы покрыли. Смотрите, больница. Крышу не закрыли. Маршанки-клуб стоит без крыши. Скоро без крыши будете здесь. Сами. Да. Все обсудили, да? Нет, нет. Еду дальше, иначе вы... Нет, Валерий Васильевич. У меня еще...